Когда началась война, Вадиму Разумову было 16 лет. Вместе с семьей он жил в Москве. Буквально через неделю пришла повестка. Его вместе с такими же школьниками отправляют строить оборонительные сооружения вдоль Днепра. У нас была задача берега Днепра сделать крутыми, чтобы не могли ни войска, ни пехота, ни танки, не могли преодолеть этот берег. Прямо под 70 градусов крутой такой берег, чтобы был, и до воды, чтобы не было видно вот эту бережку. Затем их перевели под Смоленск строить оборонительные сооружения на реке Осьме. В августе всех школьников отправили домой, а уже в сентябре 41-го Вадим Михайлович с семьей переезжает в Омск. Оттуда в январе 43-го его призывают в армию, в пехотное училище, а через семь месяцев отправляют воевать под Харьков. До февраля 45-го года Разумов находится на фронте. В Кантемировской дивизии, в 12-й гвардейской танковой бригаде. Его боевой задачей было поддерживать связь, устранять разрывы проводов. Командира не интересовало, стреляют ли, не стреляют, сплю я или отдыхаю там, или, как говорится, где-то нахожусь, чтобы связь работала. И вот я всегда, моя амуниция, винтовка, телефонный аппарат и катушка с проводом. Вадиму Михайловичу повезло, он остался жив, даже не был ранен. А вот его старший брат, который тоже воевал, в том числе под Москвой, погиб в Белоруссии. Он навсегда остался примером мужества для ветерана. Вадим Михайлович не дошел до Берлина всего 60 километров. Освобождал Украину, Восточную Европу. Опять-таки, в постановлении правительства, близится конец войны, нужно готовить кадры уже для послевоенного времени. Значит, тех, кто закончил школу, среднее образование, значит, отправить в училище. Так он попал в Хайрков, в танковое училище, которое закончил с красным дипломом. Затем была военная академия, а в 57-м году назначение в Кубинку-1, в Институт бронетанковой техники. Здесь он прошел все должности от инженера до начальника отдела. Уже много лет Вадим Михайлович живет в Кубинке. Городу исполнилось 600 лет. А так как я уже старик, мне уже 91 год, из них 60 лет, вернее, 60-й год я на Кубинке живу и работаю, вот, значит, правительство Кубинки присвоило мне звание почетного гражданина. Сложно поверить, но он до сих пор ходит на работу в свой любимый институт. Сегодня он старший научный сотрудник. Бывший фронтовик живет один, жену похоронил 13 лет назад. Его семья – это дочь, сын, внуки и правнуки. У ветерана множество наград – военные и за трудовые заслуги. Вот для меня самые такие дорогие. Это, во-первых, за службу в танковых войсках и за создание бронетанковой техники. Две медали у меня. Особое место занимает среди наград и медаль его военной юности – за оборону Москвы. Шестое оборонительное направление под Смоленском, на котором трудился 16-летний мальчишка, входило в полосу резервного фронта. Вадим Разумов помогал защищать родную землю с первых дней войны и до сих пор отдает себя служению отчизне. Анна Макарова, Леонид Бурдин, телекомпания «Одинцова».